Пелагея, подобно святой Матроне Московской, родилась слепой, но Господь наделил ее особой дарованностью, с детства она обладала удивительной памятью, способной запоминать длинные молитвы и псалмы после всего одного-двух прослушиваний. Ее семья была многодетна и страдала от нищеты, а сама Пелагея, как незрячая, считалась обузой, ее родители скончались рано, и она осталась без поддержки родных. Пелагея вынуждена была выживать как могла, спала где придется и подрабатывала, когда была возможность, но счастье улыбнулось ей, когда добрые люди, семья Орловых, приютили ее и позволили жить у них до самой ее смерти. С самого детства Пелагея обладала прозорливостью, в 12 лет у нее произошло видение, в котором она увидела Богородицу в монашеской рясе и восхитительную райскую жизнь, а также огненную гиену. Она провела всю свою жизнь, восхваляя Слово Божье, и многие люди исцелялись благодаря ее молитвам, многим она предсказывала судьбу. Пелагею часто расспрашивали о будущем России, и, как многие блаженные, она отвечала в виде аллегории и образных выражений, часто смысл ее слов становился ясным только после того, как события уже свершились. Хотя православная церковь не признала Пелагею святой, простые люди, столкнувшиеся с ее чудесами при ее жизни, до сих пор считают ее святой, они приходят на ее могилу, чтобы поклониться и попросить о помощи в своих скорбях. В этом видео мы познакомим вас с наиболее известными предсказаниями блаженной Пелагеи Рязанской. Пелагея Рязанская отошла ко Господу в 1966 году, но задолго до своей смерти она делала предсказания о будущем России. Она предвидела, что Россия станет великой страной, она также предсказывала, что многие священнослужители потеряют веру, но воскрешение Серафима Саровского укрепит ее. Вот что она говорила, в будущем, епископы Российской Православной Церкви отойдут от истины православной веры и не будут верить в пророчества о возрождении России. Однако, чудесное воскрешение преподобного Серафима Саровского из мертвых послужит для их обличения, после этого чуда, новое духовенство будет отличаться преданностью Господу и будет учить народу служить как священник-царь с полным сердцем. Пелагея говорила, что наступит время, когда люди будут искать спасение через веру, однако, церковь сама уже не будет той, которой она была раньше, будет построено много храмов, но они будут лишены Божьей благодати. В настоящее время люди будут искать утешение в церкви, но найдут только презрение и гонение. Если сейчас на каждую открытую церковь приходится 10 закрытых, то в будущем на каждую закрытую церковь будет приходиться 10 открытых, но благодати в них не будет. Блаженная Старица говорила, что священнослужители забудут свое истинное призвание – помогать людям, нести Божье Слово, наставлять заблудших и утешать отчаявшихся, им будут интересовать больше материальные аспекты, а не духовные. Они сами станут великими грешниками, потеря духовности и нравственности неизбежно повлияет на паству, Пелагея предсказывала, что через полвека на русской земле будет происходить много несчастий. Она пророчила, что Петербург станет гнездом сатанинских сил, где будет так много чародейства, что оно провалится, и на его месте образуется море, это вызывает глубокую скорбь и тревогу о том, что нас ждет в будущем. Все эти предсказания Пелагеи Рязанской наводят на размышления о будущем России и ее духовном состоянии. Она видела, что страна может стать великой, но только если соблюдается истинная православная вера и священнослужители остаются преданными Богу и призванию помогать людям. Эти пророчества вызывают смешанные чувства надежду, что возможно изменить будущее и сохранить духовные ценности, но и тревогу, что потеря веры и нравственности может привести к негативным последствиям для общества. Безусловно, будущее России зависит от выбора каждого индивидуума сохранить духовность и ценности, или отойти от них. Важно стремиться к миру, духовному развитию и сохранению веры, чтобы преодолеть испытания, которые могут настигнуть нас в будущем. Блаженная Пелагея Рязанская оставила нам ценное наследие предсказаний, которые должны служить нам напоминанием о важности духовности и веры в наше будущее. Мы должны воспринимать их как предупреждение и путь к преодолению трудностей, чтобы Россия стала духовно сильной и великой страной, достойной благословения господа. Мгновенно Москва скроется под землей, Казань превратится в море, и все это станет последствием безразличия и равнодушия духовенства к окружающему, вещи и священники распяли господа, свергли царя и приведут нас к опасности Антихриста. Сделайте свои выводы, сами видя, как богатые священники ведут нас к погибели, старица предвидела также церковный раскол на Украине. Бойтесь Киева и его священников-переворотчиков, которые ведут народ в заблуждение, лишив его знания о том, как молиться, народ уже не сможет отличить правду от лжи, они станут неразрывно переплетаться друг с другом. Разум людей повысится, и они окончательно потеряют веру в Бога, скоро для христианской веры настанет великое испытание, когда вера может легко быть исключена из человека, так как люди перестанут противостоять неверию. Только тот, кто осмелится молиться, будет делать это тайны и в уединении, избегая чужих злых глаз, распятие иконы будет убрано со стены и скрыто от враждебных взглядов. Пелагея говорила о жестокой борьбе за власть как в правительстве, так и в церковных кругах, где люди будут лезть друг на друга и использовать компромат для обличения и обвинений. Когда они достигнут власти, снова начнут грабить народ, вводя новые налоги на каждое дерево с плодами, каждую курицу, и даже на иконы, ведь гонения на истинно верующих возродятся с новой силой. Все эти предсказания Пелагеи Рязанской наполняют нас тревогой и вызывают необходимость бдительности в сохранении веры и духовности. Они напоминают нам о важности противостояния лицемерию и борьбы за истину, чтобы предотвратить грядущие потери и сохранить святое в наших сердцах. Настанет время, когда Антихрист придет, и люди будут молиться ему, в то время как изображение Божие запретят, однако, если хочешь молиться, молись тайно Христу, но это не принесет изменений до наступления большой беды. Когда эта беда настанет, люди начнут громко молиться и воспомнят то, что давно было забыто, воззвание Слава Тебе, Господи, спаси нас и помилуй будут звучать повсюду. Тогда Господь пошлет в Россию мудрого и справедливого царя, настоящего православного праведника, приход Антихриста к власти приведет к гонениям на православие, но в это время Господь откроет своего царя в России. Он будет происходить из царского рода и станет крепким защитником нашей веры, однако это будет происходить на короткое время, всего два года и восемь месяцев. Множество людей со всей земли соберется, чтобы противостоять антихристовой власти в России, наш царь не допустит эту власть и сам будет отвечать перед Богом за каждого своего верного поданного. Когда Господь даст нам этого чрезвычайно мудрого человека, жизнь станет хорошей, интересно, что о будущем православном царе часто говорил праведный старец Николай Гурьянов. Его называли святым еще при жизни и рассказывали о его невероятной силе молитвы и пророческом даре, он не только исцелял и предсказывал будущее простых людей, но и говорил о глобальных событиях. Старец, как русский человек, всегда интересовался судьбой нашей страны и тем, что ждет нас в будущем, отец Николай считал, что все беды России являются Божьим наказанием за смерть царской семьи. Он призывал каждого к покаянию, и только после этого Господь даст России нового царя, который приведет страну к процветанию, истинное покаяние необходимо для истинного прославления, и только после этого Господь дарует России царя. Мы должны осознать духовную значимость тех событий, когда царская семья была очернена и умучена ритуально, однако, старец верил, что в будущем появится новый православный царь для России. Многие священники, которые посещали старца, вспоминали, что он всегда говорил о приходе царя, он также часто отвечал на вопросы о Антихристе, направляя к чтению Откровения Иоанна Богослова, где все подробно описано. Святое Писание уже содержит все, почему нужно что-то выдумывать, не стоит бояться Антихриста, он не причинит зла тем, кто находится с Господом. Многие старцы прошлого предупреждали потомков о цифрах и кодах, они советовали отказываться от документов и паспортов, а также не покупать продукты со штрих-кодами, однако, у отца Николая было иное мнение на этот счет. Он считал, что церкви не нужны никакие цифры и коды, и православная вера может прекрасно обойтись без них, не стоит считать их печатью Антихриста, цифры не нужны церкви, мы всегда жили без них. А что касается всего этого, мы не знаем, что оно обозначает, но то, что побуждает нас к убийству, пьянству, курению и бездельничеству, должно быть оберегаемо, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Храни веру во всем, душу свою бессмертно, береги себя от греха, и спасешься, православный христианин должен обладать обильной любовью ко всему, что его окружает, и трудиться с честью и совестью на работе. И никакие номера не могут изменить его, молитва очи наш может осветить продукты, и они не причинят нам вреда, нет необходимости хулить и отвращаться к пище, которую нам дарит Бог. Мы должны благодарить его за то, что он не оставляет нас и посылает милостыню через людей, когда старец произносил эти слова, он доставал из пакета банку с печенью трески, на которой были штрих-коды, и крестным знамением делал ей знак. Затем он предлагал помолиться и покушать-то, что Бог послал, старец Николай говорил, что все люди будут принимать печать Антихриста добровольно, уже зная, что это число дьявола. Истинно верующие откажутся от этой печати и будут гонения терпеть ради веры, но не примут сатанинский знак, страдания верующих будут короткими, так как Господь будет с ними рядом. Многие из них понесут мученическую смерть, но не почувствуют боли и вознесутся в Царствие Небесное, необходимо будет идти на крест, а затем в Царство Небесное с Христом, это будет источником радости. Страдания для верующих, не принявших печать, будут недолгими, но они умрут с радостью вместе с Христом из-за Христа. Если вас интересуют ответы на другие вопросы, такие как кем будет православный царь, который приведет Россию к могуществу и процветанию, вы можете найти информацию в нашем видео. Мы разместим ссылку на видео с пророчествами Старца Николая в описании этого ролика и в первом прикрепленном комментарии, почему Пелагея не была канонизирована. Ее канонизировали, но вернемся к жизни и истории матушки Пелагеи, которая была далеко не простой, уже более полувека прошло с тех пор, как она умерла, и немного людей осталось, кто действительно знал ее лично. Никто больше не может подтвердить, что она обладала исцеляющими молитвами и предвидела будущее. Стоит отметить, что представленное выше предсказание может быть выдумкой или предположениями, так как официальная версия жития Пелагеи с ее наставлениями и пророчествами была написана ее крестником Петром Григорьевичем Глазуновым. Небольшая брошюра была издана в 1993 году, но больше нет никаких официальных документов, согласно церкви, Пелагея не является святым и считается непризнанной Старицей Рязанской. Святейший Патриарх Алексий II запретил продавать брошюры с ее житием и фотографии в приходах, с годами количество предсказаний и пророчеств растет, приписывая их уже давно ушедшим людям, которые, конечно же, не могут опровергнуть ложь. Появляются новые легенды, представляемые как правда, и появляются очевидцы, которые рассказывают о своих исцелениях и духовном воспитании под народными святыми. Все это выливается перед наивными слушателями в ворошу новых воспоминаний, касающихся геополитики, православного царя, новомодных вирусов и отсутствия веры в храмах. Возникает вопрос, действительно ли неграмотная слепая старушка, жившая в середине 60-х годов XX века, могла размышлять о политике и пророчить великое будущее России, одновременно с приходом Антихриста? Что вы думаете? Благодарим вас за внимание и хотим напомнить, что мы добавили ссылки на другие интересные пророчества в описании к этому ролику, мы приглашаем вас ознакомиться с ними и расширить свой кругозор. Матушка Пелагея оставила после себя наследие, которое до сих пор вызывает много споров и размышлений, хотя нет официального признания ее святости, многие верующие продолжают испытывать искреннюю веру в ее предсказания и молитвенную силу. Независимо от того, были ли ее способности и пророчества реальными, история Пелагеи и ее предполагаемые дары служат напоминанием о силе веры и надежде. Ее личность стала символом борьбы и вдохновения для многих, и именно это делает ее историю так привлекательной для людей. Мы призываем вас сохранять интерес к историческим фактам и личностям, но также критически подходить к информации, основываясь на проверенных источниках и фактах. Помните, что каждый имеет право на свои верования и мнения, и важно сохранять взаимоуважение и толерантность в обсуждении подобных вопросов. Мы надеемся, что наше видео и информация помогли вам расширить свой кругозор и поднять новые вопросы для размышления. Спасибо за внимание, и не забудьте следить за нашими дальнейшими роликами и материалами.